Очень милостиво согласился сделать это служение. Он очень занят миссией в Бумбай. Очень много людей зависят от Кришнананды, Прабу, и они зависят от него, обязаны ему своим энтузиазмом. И мы очень удачливы, что он сегодня с нами в Шримая Пурдхаме, чтобы обсудить Чайтанчаритамрита, время, когда Господь Чайтанья проводил в Пуре, чтобы мы могли подготовиться к Гауру Пурниме. Спасибо вам большое, Кришна. Продолжение следует... 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 Нирвишеша-шуньявади Пасчатья-дешатарине Ванча-калпатарубьясча Крипасинду-вевача Патитанам-пааванебhya Ваишнавебhya-наму-намах Шри-Кришна-чайтанья Праву-Нитянамда Сри-Адваи-тагададхар Шри-Васадигор-бхакта-вринда Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Ramo, Hare Ramo Ramo, Ramo, Hare Little louder, please Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Ramo, Hare Ramo Ramo, Ramo, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Ramo, Hare Ramo Ramo, Ramo, Hare Hare Мои почтительные поклоны всем преданным. Благодарен Вам за то, что Вы дали мне эту возможность служить Вам в этой самой святой Дхаме, в Шриме Апурдхаме. Его милость Атул Кришна Прабхута и своей милости сказал несколько добрых слов. Иногда мы смеялись. Иногда Он говорит что-то, чтобы вдохновить на Меня. Я принимаю это для вдохновения. Я не обладаю квалификацией. Я принял это приглашение, говорит, для своего очищения. Я люблю говорить на темы, связанные с Господом Чайтани, когда Он проводил в Джаганатпуре. Студенты, которые обучаются в высшем учебном заведении, берут эту тему для своих кандидатских диссертаций. Я не обладаю квалификацией, но по милости и благословению Шила Прабхута и всех собравшихся преданных, я попытаюсь просто повторить то, что наш Божественный Ачарь и Основатель Шила Прабхута дал нам в этих трансцендентных книгах Шри Чайтани Чаритамарды. Эта книга настолько важна для всех нас, последователей Шила Прабхута, последователей Чайтани Махапрабху. Шила Бхакти Сиданта Сарасваддхакура однажды сказал, если бы все книги, если бы все книги во всем мире будут утеряны, утеряны, и одна книга останется, не будет никакой потери. И эта книга Шри Чайтани Чаритамрита. Это считается, что для возвышенных уровней вредных изучается, и она представляется таким образом, что даже личность, которая может быть не очень возвышенная или невозвышенная, Шила Прабхута представляет эту философию таким образом, что любой может понять эту философию. Шила Прабхута показал, насколько это важно, благодаря своей жажды перевести. Шила Прабхута переводил в Шимад Бхагават, и затем он сделал паузу в переводе в Шимад Бхагават, и он почувствовал, что более важно дать своим последователям Шри Чайтани Чаритамриту. И он сказал ученикам, «Я хочу...» Он сказал, что «Все готово». Это означает, что Шива Прабхута все переведел, кто-то должен перевести, затем отредактировать, и Шива Прабхута сказал, «Я хочу, чтобы все было готово в течение двух месяцев». Все из вас знают эту историю, преданные ответили, «Это невозможно». Шива Прабхута дал известный ответ, «Невозможность — это слово и словаря глупцов». И по благословению Шива Прабхута и искренним усилиям всех преданных они смогли это сделать, что материально было невозможно. В Шайтане Чаритамриту говорится, даже самые сложные вещи становятся очень легкими, если человек помнит о лотосных стопах Чайтане Махапрабу, Господа. И самая легкая вещь становится самой тяжелой, если человек забывает Господа Чайтане Махапрабу. Суть всех духовных практик — это всегда помнить Господа Чайтане Махапрабу или Господа Кришну и никогда не забывать о Нем. И в этом суть всей этой литературы. Шайтане Чаритамрита неотлична от Господа Чайтане Махапрабу. Когда мы читаем эти переводы и комментарии Бхактивиданты, мы общаемся с Господом Чайтане и общаемся с Шива Прабхупадой и со всей Гуру Парампарами. Господь Чайтане Махапрабу и его лилы могут быть разделены на три части. Кавирадж Госвами — три части. Ади, Мадди и Адья. Он подытоживал детские игры до того момента, как Господь Чайтанья принял саньясу. Это называется Ади-лила. Мадди и Алила описывает, когда Господь Чайтанья стал путешествовать в разные части Баратавараши. Сразу после того, как он принял саньясу, Господь Чайтанья пришел в Джаганатхпуре. И он изменил сердце Сарва Баума Бадачари, который находился под влиянием Майавади. Но по милости Господа Чайтанья Сарва Баума Бадачари стал великим Вайшнавом. И затем Господь Чайтанья Махаврабу немедленно после этого решил отправиться в Южную Индию. Он хотел отправиться для того, чтобы проповедовать славу Святого Имени. Однако он знал, что преданные не разрешат ему отправиться. Даже несмотря на то, что Господь Чайтанья является Верховной Личностью Бога, он не может ничего сделать без разрешения преданных, показывая пример для всех нас, как важно иметь благословение Ши Гуру и Вайшнавов во всех наших усилиях в духовной жизни. И Господь Чайтанья Махаврабу, он дает причины, он говорит, мой старший брат Вишваруб покинул и принял саньясу. Я полагаю, что предыдущая лекция была об этом, да? Да, я немножко раньше пришел, чтобы получить какого-то нектара. Вишваруб принимал саньясу. И говорится, что любой, кто услышит эту лилу, тот освободится от этого материального существования. Мы очень удачливы слышать от Прабху этот нектар. Итак, Господь Чайтанья, который является Верховной Личностью Бога, который знает прошлое, настоящее, будущее, которое находится в сердце каждого живого существа. И Вишваруб на самом деле — это экспансия Господа Чайтанья. Он знает, что... Он сказал пребина, мой старший брат принял саньясу в Вишваруб в таком юном возрасте, и никто не знает, где он, и я хотел бы отправиться и найти, где Вишваруб находится. И поэтому Господь Чайтанья оставил это место, и я отправился вместе с Калик Кришна. Он путешествовал в разные части Южной Индии, начиная с Пури. Затем он в первое место пришел в Курмакшетру. В Курмакшетре он отправился в этот храм Курмадевы в деревне, которая известна как Шри Курма. И имя Брама было также Курма. Очень интересно. Это Курма, 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 Курма. Имя деревни Курма, храма Курма и предного Курма. Я подытоживаю, где мы начнем Антелилу. И вот этот Браман принял его очень хорошо, потому что традиция Барат Варши, он взял воду из лоты, он омыл стопы, дальше он этой водой, опрыскал этой святой водой всех членов своей семьи. И он сказал, сегодня результаты всей моей деятельности достигли успеха. Господь, очень редкость увидеть Господа, даже Господу Брама недоступны лотосные стопы Господа. А сегодня лотосные стопы Господа пришли ко мне. И затем он сказал, что я страдаю от этого материального мира, я хочу покинуть дом и вместе с тобой путешествовать, как саньясь. И мы обычно думали, что Господь Чайтанья согласится и будет вдохновлять. Да, давай присоединимся. Но Господь Чайтанья, он сказал, нет, ты оставайся дома. Это знаменитое наставление, которое он дал. Одно из самых важных наставлений, которые приемлемо не только для саньясь, но и греха, с кого бы ты ни встретил. Всем рассказывай о науке сознания Кришны. Он может быть большим ученым или пандитом, который знает о горе Лила Кришны. Или, может быть, мы можем быть... Кто-то может попасть... простой ребенок. В зависимости от нашей способности, мы можем делиться милостью Господа. Как есть красивая история, которые Сарасвати, дочь Шамасундры Малути, они ходили и всем и говорили, Кришна – верховная личность Бога. И Пропада сказал, вот это совершенная проповедь. И то, что она говорит, это совершенство. Не обязательно быть очень знающим бандитом. Необходимо иметь искреннее желание проповедовать, служить, передавать послания Господа Чайтане. Итак, Господь Чайтане ему сказал следующее, кого бы ты ни встретил, делись с ним наукой сознания Кришны. И Господь Чайтане после этого отправился дальше на юг. И один браман был по имени Васудев, и он страдал от очень опасной болезни. Черви были у него в коже. И он очень с большим состраданием и терпением. Когда червь выпадал из его тела, он подбирал этого червя и обратно в свое тело клал. И он думал, что это тело не принадлежит мне, оно принадлежит Кришне. И червь имеет те же самые права быть в этом теле, и такие же права, как и я имею в виду быть в этом теле. У него было такое широкое видение. Он видел всех живых существ как часть Кришны. В Библии говорится, «Как ты поступаешь с любым частью Моего творения, так же ты относишься ко Мне». То есть Кришна отвечает таким же чувством. И этот браман был настолько возвышен в сознании Кришны, и он пришел. Он услышал, что Господь Чайтаня находится в этой деревне, и он думал, где же Господь Чайтаня, где Господь Нейтенанда. И он узнал, что Господь Чайтаня уже ушел, и он стал плакать. «Я так неудачлив, я не мог увидеть Господа». И Господь вернулся. Это произошло всего лишь один раз, когда Господь возвращается. Потому что этот преданный плакал. «За Господа». Горга Винда Махрадж говорит, «Если ты не плачешь о Кришне, ты не получишь Кришну». Мышева Пропада пишет в комментариях, «Слезы — это цена для того, чтобы получить, заполучить Кришну, достичь Кришны». И необходимо плакать о Кришне в разлуке, тогда можно ощутить Кришну. Если мы посмотрим на лилы Господа Чайтаня в Пуре, я всего лишь коснусь основных моментов, потому что я не обладаю большим временем. Но вы можете увидеть, что Господь Чайтаня просто плакал по Кришне, например, в Камхере. Иногда его части тела сжимались. Он иногда подходил к стражникам храма и спрашивал, «Где Кришна?». То есть вот эта жажда быть соединенным с Кришной, вот это цена для обретения любви к Кришне. Однажды Шил Пропада на утренней прогулке в Бомбее, и Шил Пропада закончил прогулку, и Пропада почти сел в машину, и преданные подбежали, чтобы задать вопрос, «Какая самая главная вещь для достижения успеха в сознании Кришны?». И большинство из нас подумает, «Ну, это воспевание, прислушание, или поклонение Божества». Кто-то может подумать, «Ой, это Прасада, самая важная вещь». Но знаете, что Шил Пропада ответил? Пропада сказал ответ одним словом – «Желание». Если у вас есть желание, то вы можете достичь совершенства. Мы здесь, в этом материальном мире, из-за наших желаний наслаждаться в этом материальном мире, но если у нас есть желание быть вместе с Кришной, Кришна все устроит для этого. И вот эта тема, я не знаю, сможем ли мы добраться до этой темы, но это самая возвышенная тема, когда Господь Чайтания плачет по Кришне. И этот Браман плакал по Господу Чайтании, и Господь Чайтания вернулся, и он обнял этого Брамана. Но его теле было покрыто червями, и никто не хотел даже сидеть рядом с ним. Можете представить, вы сидите на просаде, и рядом человек, у него черви выпадают. Вы будете лучше паститься, чем сидеть рядом с таким человеком. Он был социальным маргиналом. И Господь Чайтания обнял его. Этот Браман, Судам Випра, произнес этот известный стих. «Я всего лишь простой Браман, а ты Кришна – Верховная Личность, Бога, и ты обнял Меня». И вот то, что сказал Кришна Судам, Браман был вылечен. Все эти черви, они вернулись домой обратно к Богу. Они получили билет обратно к Богу, просто благодаря тому, что они были рядом с этим великим преднам. Но этот Браман, интересно, кто-то, обычно, если у вас смертельная болезнь, рак или корона, если у вас позитивные результаты, если вы излечиваетесь, вы очень счастливы. Но этот Браман переживал. Он сказал Господу Чайтане, «Сейчас никто не будет заботиться, сейчас меня все будут уважать, раньше меня никто не уважал, а теперь все будут говорить, «О, это ты, тот, кого Госпочитание обнял!» Все будут фотографировать Меня. Теперь я буду знаменитостью. И природа ложного эго, когда вы получаете признание, то тенденция становится гордым. И гордость – это хуже рака, короны или самой любой болезни материальной мира, потому что гордость увела нас от Кришны. И в Библии говорится, «Перед падением предшествует гордость». Когда вы гордитесь, вы оскорбляете преданных? А когда вы оскорбляете преданных, то это падение. И это отделяет вас от процесса бхакти. Поэтому Господь Чайтанни подчеркнул, он говорит, «Здесь, в Навадвипе, когда мы говорим, поэтому он произнес этот стих «Трина дапи суньи чена». Он сказал, «Человек должен стать более терпеливым, чем дерево, и более смиренный, чем трава». И какая квалификация дерева? Когда даже дерево режут, оно не протестует, не сопротивляется. Дерево дает тень, дает плоды. И когда дерево высыхает, оно не просит о воды. Если кто-то поливает дерево, оно с радостью принимает. И в то же время преданные, начинающие преданные, они не должны ничего не желать, ни от кого. Если что-то приходит по воле Господа, они счастливо принимают это. Господь Чайтанья произнес этот стих, впервые, ну вот дых, когда он вернулся из Гайи. И Господь Чайтанья дал наставление Браманова, как избавиться от гордости, даже когда прославляют. И какое же решение? Господь Чайтанья сказал, «Ты должен повторять святое имя». Ниранта не означает 16 скорков. Это означает непрерывно. Хришна, Хришна, Хри, Хри. Хри, Рама, Хри, Рама, 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 Хри, Хри. Прабхупада пишет в одном красивом комментарии, после описания десяти оскорблений в связи с святыми именами в Бхагаватам седьмой песни, Прабхупада пишет, что нет способа избавиться от этих оскорблений. Единственный способ – это всегда, постоянно, непрерывно повторять. Вот это должно быть наше вдохновение. Мы не должны, мы, может быть, сейчас не находимся близко, но в этом наша цель, Киртани Хрисдагари, постоянно повторять. Поэтому Господь Чайтанья освободил Васудеву. И дальше он проследовал дальше. Он отправился в Нилачалам, увидел Даршан в Арахадеву Нри Симха, и он этой знаменитой молитвой произнес, он прославил Господа Нри Симха, подобно льву, он очень страшный в своей форме, к другим творениям, но к своим преданным он очень с любовью относится и очень милости. То же самое, Господь Нри Симха очень яростно настроен к непреданным, но к таким преданным, как прохлад, форма Господа Нри Симха, она очень любящая, очень восхитительная. Господь Чайтанья танцевал перед в храме Нри Симха, Кадева, и затем он последовал на берегу реки Годавари, которая берет начало в Нашики. Годавари не отлична от Ганги, это экспансия Ганги. И там он встретил великого преданного Раманандара. Сарабхова сказал, что ты должен встретиться с этим преданным. И у них была очень глубокая беседа на теме сознания Кришны. И мы можем увидеть, Арджуна задает вопросы, и Кришна отвечает. А здесь было наоборот. Господь Чайтанья задает вопросы, Арамандарай отвечает. Это Бхагавадгита в обратном порядке, последовательность. И порядка десяти дней они общались. Ирама Чандра, и он сказал, что оставь все и присоединись ко мне. Господь Чайтанья последовал дальше в Монгалгире, где Господь Нарисимаха убил великого демона на мучи. Господь Чайтанья отправился в Шри Рангам, где он оставался в доме Венката Бхаты. Он говорил, Венката Бхата, у него немного было гордости, и Господь Чайтанья, как самый искусственный хирург, он избавил его от гордости. Мадхура отправился, затем он отправился в западный берег, в Удупи отправился, и он пришел в Махараштру. В соответствии с Бхагдадху он пришел в Бамбей также. Он дальше в Насик приехал, в Бандарпур, отправился в Колапур, и Бандарпуре он узнал, получил новость, что его брат Вишварук, после Саньяси, он получил Шинкарарани, Свами, и как Шинкарарани, он вернулся домой, обратно к Богу, с этого места. Возвращаясь с Южной Индии, Господь Чайтанья Махарху, хотел отправиться во Вриндаву, но предные говорили, не сейчас, после Радхаятра. Радхаятра закончился, потом сказали, еще, еще, еще. И затем Господь Чайтанья, однажды, когда он, он сказал, я отправляюсь во Вриндаву, но он через Навадвипу хотел отправиться. Если посмотреть на карте, вот сверху Пури, Навадвипа в одном направлении, и во Вриндаву в другом направлении, нет смысла. Например, кто-то может сказать, я отправляюсь в Москву через Владивосток. Затем он отправился. И в другой во Вриндаван с другими спутниками отправился. И он путешествовал через все 12 лесов Вриндавана и затем он вернулся обратно в Праяг. В Праяге он дал Рупа Шикшу, божественное знание Рупа Госвами. На протяжении 10 дней в Варанасе он дал трансцендентное знание Санатана Госвами на протяжении двух месяцев. Затем он отправился обратно в Джагнатпури. Кришна Датскавираджи Госвами Кришна Датскавираджи Госвами описывает это все в Мадхья Ливы, когда Господь Чайтанья интенсивно путешествовал. И кульминация Мадхья Ливы это освобождение Пракашинанда Сарасвати и всех 60 тысяч саньяси. Все получили милость Господа Чайтанья. Все они в восторге, в блаженстве повторяли Харе, Харе Кришна. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. И затем мы начнем с Антья Ливы, Ливы Господа Чайтанья в Джагнатпури. И там много аспектов Ливы Господа Чайтанья в Джагнатпури, как я сказал уже. Мы начнем с первой главы и в зависимости от времени мы посмотрим, сколько мы можем продвинуться. В то время мы попробуем описать, как Господь Чайтанья встречался с Рупа Госвами в Джагнатпури. И возможно, сегодня и завтра Господь Чайтанья встречается с Харедаст Хакуром и обсуждают о славе Святого Имени в Джагнатпури. И затем Господь Чайтанья Махапрабум встречается с Санатаном Госвами опять же в Джагнатпури. И если позволит время, мы также сможем обсудить, как Господь Чайтанья Махапрабум явил свои экстатические признаки. Он встретил гору и думал, принял ее за Говархан. Как он проявлял высшие признаки экстаза, разлуки, как Удхала при чувство разлуки. Вот в этом суть Господа Чайтанья, Лилы, Джагнатпури. С благословениями Шилапрабхупада, Гурдевы и всех собравшихся преданных, я попытаюсь следовать по тому сценарию, по тому, как рассказывает Кришда Скавирадж Кришда Скавирадж Госвами Шилапрабхупада, Лила Господь, Чайтанья, Джагнатпури. Скавирадж Госвами начинает с очень красивого стиха. Каждая глава Чайтанья, Чаритамрита, первый стих невероятно красивый и наполнен божественным мудростью. Первый стих говорит, Я предлагаю свои поклоны Господу Чайтанья, Махапрабхупа, чьей милости даже Панго человек может пересечь океан. И глухонемой может цитировать ведические писания. Это очень схож со стихом, который мы часто цитируем. И этот стих является сутью смирения. Мы должны знать, что кем бы мы ни были, мы должны понимать, что мы ничего не можем сделать без милости Гуру и Гавранги. И опять же, с благословением Гуру и Гавранги мы можем сделать все, что они пожелают. Даже тот коллега не может пересечь горы. Это же глухой или немой может произнести ведические писания. Это требует веры, чтобы понять это. Вера в абсолютную силу могущества Господа. до той степени человек становится смиренным. То же самое мы можем видеть в нашем Шиле Пархупаде. Когда Шиле Пархупаде приехал в Америку, он написал эту знаменитую поэму. Это красивая поэма. Шиле Пархупада там описывает, объясняет, «Ты привел меня в эту чужую страну». Люди на людей действуют гуны материального невежества. Это Угра-Стан. Я не знаю, как они смогут понять послание Бхагаватам. Но, мой дорогой Господь, Ты привел меня сюда. Я просто марионетка в Твоих руках. Заставь меня танцевать. Заставь меня танцевать. Это каждый из нас должен себя чувствовать, когда выполняют служение, особенно, когда нас просят проповедовать. Мы не должны думать, что мы действующие. Мы сами не можем произнести слово без Гуру Девы, без Парампара. Шиле Пархупада сделал неоценимый вклад в истории развития Вайшнавов. Шиле Пархупада никогда заслуга на себя не брал. Он говорит, я пытаюсь повторять то, что я услышал своего духовного учителя. И следующий стих также очень красивый. Я слепой, я спотыкаюсь снова и снова. Поэтому, пожалуйста, сделай так, дай мне палку, как мою поддержку, как в форме милости. Опять же, он просит о милости Вайшнава Криппи. Я падаю, я постоянно падаю, спотыкаюсь, но милость преданных это как палка, трость, которая помогает мне прогрессировать. И далее он прославляет всех Ачарьев. Он прославляет Мадан Махан, Гвиндевен, Гопинадх. И после этого возвышенного прославления он начинает описывать. Кто-то может подумать, почему Кришна в каждой главе он прославляет и потом в конце. Это похоже на повторение. Это не повторение. Это способ, путь, как достичь духовных науки. Духовная жизнь основана не на наше знание, достижение, а оно основано на милости. Потому что если милость это дая, криппа, коруна, не коруна, а коруна. Мы просто ищем милости. Если мы получим милости Господа Чайтани и Гуру Парампара, тогда мы достигнем успеха во всем. И Кавираджи Госвами в каждой главе, в начале и в конце он полностью прославляет Гуру Парампару. И здесь он начинает. Господь Чайтанин только что вернулся своей ядры во Вриндаване. И все преданные из Новодипа, Шантипура, Кулина Грамм, они все были в восторге. Давайте отправимся, встретимся с Господом Чайтанином. Около 200 преданных, каждый год они путешествуют через очень сложные места только для того, чтобы встретиться с Господом Чайтанином. И в те времена не было железных дорог, не было вопроса о самолетах, машинах. Они просто ходили пешком. Это около месяца занимало Новодипа, Джагнатпури. Шимананда Сейна, великий преданный, он совершал это самое важное служение в организации прасада и благоустройству преданных. Это был трансцендентный организатор, менеджер ядры. И к этой группе присоединился одна собака. Он не зарегистрировал он просто присоединился. Пешкомананда Сейна. Посмотрите его широковидень. Он не подумал, эй, собака, ну-ка, уйди отсюда. Он подумал, о, эта собака тоже хочет встретиться с Господом Чайтанином. И он был, как Бхагаватам описывает, пандетасамадаршик. Ученый, человек одинаково видит собаку, собаку, корову, собаку, собаку, он видит сверхдушу, сердце каждого. И он лично готовил и кормил собаку рисом. И однажды, он был накормлен, и он спросил, где собака, где собака? И он послал десять собак во все стороны света, чтобы они искали собаку, но никто не мог найти собаку. и в конце концов, он решил, я оскорбитель, я не сделал своего служения должным образом, сегодня я буду поститься, я не буду принимать просады. Если бы я был на его месте, я бы подумал, ну что, это не моя проблема, я дал ему купон, это ошибка собаки, я не беру ответственность за него. Но Вайшна по природе он всегда берет оскорбления, ошибки на свой счет, и все заслуги отдают другим. Как пример, Махарат Юдхишдхир, он был настолько искренний, честный, он не хотел сражаться, он готов был принять все пять деревень, он не хотел убивать столько множества людей, но Дурьютхана, он даже не хотел дать даже маленького кусочка земли, и все, битва началась. И после битвы, когда Юдхишдхира был коронован, он чувствовал себя не квалифицирован, он говорил, я виноват в убийстве такого большого количества людей, он не хотел принимать трон, даже Господь Кришна не мог убедить его, даже Пхишмадев, который убедил его, сказал, что это план Кришны. И Шивананда Сена, он постился. Следующий день он сказал, пожалуйста, отправляйтесь и поищите собаку. И никто не мог найти собаку. И в конце концов, когда они достигли Джаганатпури, держитесь, там была собака. и Господь Чайтани, верховная личность Бога, своими руками он взял кокосовую какую-то еду и накормил собаку. И собака начала повторять, Кришна, Кришна, Рам, Рам, Гори, Гори. И все преданные были удивлены, и собака повторяет, Кришна, Кришна. Вы посмотрите, как собака получила милость Господи Чайтани, потому что собака вначале получила Шивананда Сен, потому что без милости преданных невозможно получить милость Кришны. Это основной принцип. Где бы вы ни были, даже если Нитья Сид, Наратамда Сдхакора, они очень уже чисты. Они встречаются Господа лицом к лицу, но когда они приходят на эту землю, они действуют таким образом, чтобы получить милость через какого-то великого предного. Рагурна Дасгасвами получил общение Наратамда Сдхакора. Вот эти предные получили милость. То есть в этом принцип, вечный принцип. В этом случае собака не сделала никакого служения, но она была так удачлива, что так или иначе она пришла в соприкосновение с чистым предным. Вайшнава Санга настолько важна, что даже даже если мы получаем общение без должного мотива, тем не менее он будет освобожден. Например, на Вакуэра, Манни Григо, они не уважали Наратамуни, они не следовали должному этикету, но Наратамуни проклял, и вот это проклятие превратилось в благословение. Он проклял их стать деревьями. Где? в Кукуле, в Духовном Царстве Бога, и они могли видеть лилы Господа лицом к лицу. Мридарь, охотник, он не встретился с Наратамуни с желанием посетить его семинары. Он был разгневан на Наратамуни, но Наратамуни пролил на него всю милость. И мы были удачливы в встрече Шива Пропады и его представителей. Поэтому мы здесь. Какова наша квалификация быть здесь, в святом месте, в этом святом месте? Это просто беспричинная милость Шива Пропады. Шивананда Сена, когда он видел собаку, которая получает милость, Господь Чайтанья Махбарабу, Господь Чайтанья лично кормил его Шивананда Сена предложил поклон этой собаке? Он думал, Шивананда Кукура Декхи Дандаваттар Кайла Шивананда Сена предлагает поклон этой Кукура Пропаду. Вот это смирение Вайшнава. О, Вайшнав, пожалуйста, прости мое оскорбление. Вот это Вайшнавский этикет, что преданный, который возвышенно находится в... даже если преданный не должен чувствовать себя плохо, Шивананда Сена показывает пример высшего поведения. Господь Чайтанья так был счастлив в поведении. Шивананда Сева и Господь Чайтанья сказал, «Остан, все остатки мои отдай Шивананда Сена и его семье». Он лично дал имя Пуридас Чайтанья Дас. Почему? Как Шивананда Сена получил столько милости? Потому что он служил преданным. Нет более высшего принципа для духовного прогресса, кроме как к служению преданным Господа. Пожалуйста, громко повторяйте, чтобы Шиванда Джепатака Махаразы был счастлив. Так или иначе, мы всегда должны помнить о Гауранге. Иногда мы можем думать, «О, я начинающий преданный, я должен служить преданным». И когда я стану возвышенным преданным, я напрямую буду служить Господу. Но Господь напрямую говорит, что тот, кто говорит, что мой слуга, он не мой слуга, но тот говорит, что слуга моего слуги, тот мой преданный. Ширио Бахти Сиданта Срасвайт Хакур. Когда кто-то приходил встретиться с ним, он спрашивал у своего слуги, спроси, «Кто это такой?» И тот говорит, «Я слуга Кришны». И тот говорит, «Простите, у меня нет времени, я сегодня смогу». А если кто-то приходил и говорил, «Я слуга слуги, преданным, о, все мое время твое». Это известная история в Южной Индии, в Шири Самбрадай, Шрипат Раману Чарь, Шрипат Раману Чарь явился в этой Самбрадай. И, как вы знаете, он какое-то время приходилось, находился в Канчапуре. И там находится красивое, прекрасное божество. И Раману Чарь, у него был Шикша Гуру, чье имя было? Канчапурна. У него было много Шикша Гуру под разными именами. И он получил мантру от Гошти Пура. И все эти божественные личности были учениками Ему на чаре. Канчапурна имел сокровенное служение омахивать Господа в пахалам. Вы знаете, в Южной Индии летний сезон. И он немного воды, чамара в воде, чтобы вода попадала на Господа. То же самое, когда вы общаетесь с Господом, с преднами. И Раману Чарь был вопрос. Раману Чарь всегда служил преднами. Если я не могу задать вопрос напрямую, можешь ли ты от моего имени задать вопрос? Если я не могу заниматься поклонением Божества, получу ли я милость, достигну ли я совершенства жизни? И Канчапурна, он сказал, мой дорогой Господь, Рамачандра, Рамачандра стоит рядом и задает такой вопрос, что Господь не может служить тебе, Он не может служить тебе лично. И Господь улыбнулся и ответил, да, несомненно, потому что Раману Чарь служит моим преданным, которые более дорогим мне, чем моя жизнь, поэтому несомненно он достигнет совершенства. И Канчапурна обмахивал его и старт думать, вот это да, а что же насчет меня, что же насчет меня? Я не служу преданным, достигну ли я совершенства? И Господь улыбнулся и сказал, тот, кто служит моим преданным, они наверняка достигнут совершенства. А кто служит мне, ну, я не уверен. И он подумал, и он спустился, чтобы служить преданным непрерывно на протяжении всего месяца. И однажды шел сильный дождь и не было сухой одежды. И он надел ту же самую одежду. О, и все люди увидели, узнали его. О, это же этот великий Канчапур. Иди, отправляйся, служи Господь. И он подошел к Господу и спросил у Господь, какой мой статус сейчас? И Господь сказал, поскольку ты служил моим преданным, теперь ты получишь мою милость. И здесь, в Майяпуре, у нас есть столько возможностей служить преданным или непосредственно раздавать просад или спонсировать просад или поддерживать любое служение. И если я просто обувь преданных в порядке привожу. Так или иначе, мы должны быть в настроении слуги, 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 слуги. Господь Чайтанья всегда подчеркивал, что он является... Я не браман, я не ващи, я не шудра, я не кшатра, я всего лишь... даже бхакти-сидан сарасвадхакуру, возвышенная парамахаумса, когда ученик повторял пранамантру, он отвечал, «Дасос ми, я твой слуга». И здесь Шивананда Сена предлагает пранаму ваишнаву собаке, и на следующий день собака исчезла. Она отправилась в духовный мир. Ишила Бруппада дает очень возвышенный комментарий. Он говорит, «Вот таков эффект общения с пренами, даже собака может вернуться в духовный мир». Ишила Бруппада дает наставление для тех, кто нас в Искон. Он говорит, «Это необходимо, чтобы все преданные в Исконе стали чистым пренами, что благодаря их милости все люди мира будут перенесены на Вакунхалл Локу даже без их знания ведома». Шивананда говорит, что все мы должны стать настолько чистыми, что любой, кто входит в соприкосновение с Ваишнавой, только благодаря контакту с предным, он должен немедленно быть очищен, даже не зная об этом. То есть это означает, что мы должны быть такими чистыми, чтобы передать милость Шивананда. И это возможно только благодаря принятию прибежища Югодхармы повторения святых имен. И Господь Четанин спросил сарва бам бадачаре, из всех процессов предного служения, какое является самым важным? И этот вопрос был задан в Джаганат-кури. Через всех процессов предного служения самое главное это воспевание святого имени. пока мы здесь, когда у нас есть время, помимо наших ежедневных 16 кругов, мы должны впитать в себя эту атмосферу, потому что она очень благоприятна для большего-большего воспевания святых имен. И Господь Четанин Махапрабху, очень красивый текст Кавираджи Госвами в этой связи. Он говорит, ай че деббе лила каре к шачира нандан кукуре ке кришна каха кари ла мошин. ай че деббе лила каре здесь, в Джаганат-кури, Господь Четанин совершает эту божественную лилу. И что это за деббе лила? Он освобождает собаку, вдохновляя ее воспевать Харе Кришна. Делай ее. Как я вам говорил ранее, Господь Четанин вначале дал Рупа Госвами и Санатана Госвами в Рамкеве при первой встрече. Во второй раз Рупа Госвами встретился с Господом Четанин в Прайаге, и там Господь Четанин порядка 10 дней говорил, и говорил, отправься во Вриндаван, и чтобы путешествовал. И посещал храма, показывая на своем примере, как Вайшнавы должны себя вести. Позже Рупа Госвами пришел в Пури, чтобы встретиться с Господом Четанин, чтобы еще больше получить общение и наставление. И Рупа Госвами планировал написать книгу о лилах Господа Кришны. Все во Вриндаван Лилах и Бараке Лилах. Когда он был на пути в Джаганатха Пури, чтобы встретиться с Господом Четанин, он пришел в деревню, которая называлась Сатте-Бхамапур, где Шилпурпады пишут, это, я имею в виду, в округе Катак. Катак, это недалеко от Буанешвара. И так он отдыхал ночью. И Сатте-Бхама, одна из главных цариц Кришны, явилась во сне Рупи Госвами и сказала, «Амара-на-та-кри-тат-караха-ракчен». «Амара-те-крипате-на-та-кхайре-вилакшин». Если ты хочешь составить произведение обо мне, спектакль, обо мне. Сатте-Бхама сказала Рупа Госвами, «Я в Двара Калиле, ты должен отдельно написать об этом, не нужно смешивать с Вриндаван-лилой, ты должен написать Двара Калиле и Вриндаван-лилой». И Рупа Госвами понял, что это желание Сатте-Бхамы. И позже мы увидим, что Чайтанья Махрву подтвердит это наставление. Он думал таким образом, что я должен отдельно описать Вриндаван-лилой Двара Калиле. И так это произошло. Вриндаван-лилой Видадагмадова книга была составлена и Двара Калиле Лолита Мадова это описывает Двара Калилу. Рупа Госвами хотел встретиться с Господом Чайтанья Махрву. И как вам известно, Харидаст Хакуру ему не разрешалось ходить в храм Джаганат Хури. Несмотря на то, что он был возвышенный предмет, но из-за того, что он родился в мусульманской, в семье была такая традиция в то время, что ему не разрешали ходить внутрь. Господь Чайтанья Махрву дал ему столько любви, он дал ему семя, и оно превратилось в красивое дерево. И он сказал, «Тхакур, садись под этим деревом, бить чакру Господа и повторяй святые имена». И Харидаст Хакуру повторял непрерывно. Господь Джаганат выходил из храма и встречался с Харидаст Хакуру в форме Гаурангия. И Господь Чайтанья Махрву приносил ему Махаправцову и общался с ним несколько часов каждый день. Тот, кто обладает смирением и терпением, обладает той квалификацией, чтобы получить милость Господа и Хакуру. И самый хороший пример это Харидаст Хакуру. Харидаст Хакуру оставался под сид Хабакуру. И Господь Чайтанья Махрву и Махрву им не было разрешено посещать храм. И в какой-то момент они были служить Наваб Хусейн Шаху и в Капуках. Из-за того, что они служили Наваб Хусейн Шаху, с ними обращались таким образом. Позже мы увидим, когда Санатан Гаслами пришел в Пури, он также останавливался в вместе с Харидаст Хакуру. И когда он пришел, он спросил о Господе Чайтане. И Харидаст Хакуру сказал, что Господь Чайтанья сказал мне, что ты придешь. И когда ты пришел, то Господь Чайтанья внезапно появился. И он принес Прасад Харидаст Хакуру. Посмотрите, насколько преданно Господь любит своего преданного. Он приносит Прасад каждый день. И мы знаем, что в последних лилах Господь Чайтанья лично исполнил желание Харидаст Хакуру. Харидаст Хакуру хотел оставить это тело в окружении Господа, воспевая святые имена Господа и видя лунное лицо Господа. Здесь три важные вещи. Бхакти, вихрованная личность Бога, Бхагава, Бхакта – это преданный и процесс Бхакти. Яятхамампра Бхагианте. Преданный предается себя выжеланию Господа. И до какой степени он предается, то он становится преемником милости Господа. Харидаст Хакуру полностью предался. Здесь недалеко Шанти-Пур находится, где его били на 22 площадях до смерти. Но он принял это как милость Господа. Он даже не позволил, чтобы Господь наказал оскорбителей. Господь послал чакру, но Харидас думал, я могу терпеть наказание на себя, но я не могу терпеть, когда других оказывает. Вот это качество вдохновляет Господа. Вдруг может возникнуть вопрос, а как же развить такие качества? Когда я был в одном месте, и один преданный спросил, задал этот вопрос. Я был удачлив, что я получил, я читал ответ Шивоп Рабхады, что все хорошие качества проявляются благодаря искреннему повторению святых имен. нет необходимости совершать дополнительные усилия. Даже, может быть, вначале мы не являемся смиренными, но когда мы начинаем воспевать, мы становимся смиренными. Вопрос возникает, чтобы повторять, необходимо стать смиренным. А как стать смиренным? Нужно повторять. Похож на парадокс. Но даже если мы не обладаем квалификацией, благодаря Вашнавасанке, мы начинаем повторять святые имена, и мы очищаемся, и мы можем повторять большее. Шел Паркады спрашивал, что вы можете получить от воспевания святых имен? Это повторение еще больше Харе Кришна? Харе Кришна. Воспевание святых предных это не для начинающих предных. Даже обитатели духовного мира всегда вечно повторяют святые имена. Это деятельность, парамахаамс. И так же это относится и к начинающим преданным. Это средство для совершенства, и когда вы достигаете совершенства, прежде чем будете повторять святые имена. И Рупа Госвами предложил свое пранамо, и Господь сказал, Рупа Госвами, смотри, он тебе пранамо процаряет. И Господь Чайтанья, все они вместе сели, и, допустим, кто-то приезжает с другого места из Бомбея, вы начинаете спрашивать, как те предные поживают. И Господь Чайтанья стал спрашивать, а ты с Санатанья к Госвами встретился? Рупа Госвами ответил, нет, я с ним не встретился, потому что я одной дорогой шел, а тот дошел другой дорогой. И в Прайаге я слышал, что он уже отправился во Вриндаване. Затем Рупа Госвами сказал, что младший брат Санатанья Анупам Ганга Прапти Хайла Он оставил этот мир. На следующий день Господь Чайтанья снова прибыл, и он сказал, Господь Чайтанья лично организовал место, где Рупа Госвами мог бы остановиться. Даже Господь любит служить предным. в Двараке вы видите, что Господь носит плоту его предного Судама. Если бы Кришна лично любит служить предным, почему бы мы должны пренебрегать этим? Это большая честь, удача служить любому предному, что говорит о том, что мы можем служить великим предным. господь Чайтанья Махапрабу снова встретился с Рупа Госвами, и затем он обнял предного. Затем он сказал, «Адвайта, Нитянанда, оба, пролейте свою милость на Рупу Госвами. По вашей милости, Рупа Госвами пускай станет настолько могущественным, что он сможет отписать транснетные расы предного служения». Вот это интересно. Господь Чайтанья – верховная личность Бога. Если он дает благословения, то нет необходимости еще каких-то дополнительных благословений. Но он говорит, «Нитянанда, Адвайта, ты тоже дай благословение, поэтому мы должны получать благословение и только Чайтанья, но Нитянанда, Адвайта, Галасвара, Шиваса». Из присутствующих вайшнавов мы должны с жаждой получить благословение от вайшнава. Потому что в сердце каждого преданного все несут милость Господа. И когда мы получаем эту милость, то мы можем распространять славу Святого Имени. И это стало ежедневными обязанностями, что Господь Чайтанья приходил из храма и встречался с Харидас Прасад у него был. Он давал этот Харидас Тхакуру и Рупа Госвами. И он разговаривал с ними на протяжении какого-то времени. И немного позже однажды Господь Чайтанья очень серьезно заговорил с Рупа Госвами. Он сказал не почитайся получить Кришну из Вриндавана, потому что Кришна не покидает Вриндава никогда. Кришна ни шага не делает из Вриндавана. Когда Кришна отправляется в Двараку или в другие места, это Яду Кумар Кришна. Но во Вриндаване Кришна никогда не покидает Вриндаван. Яду Кумар известен как Васуде Кришна. Ачарья объясняет, как Кришна явился. Он одновременно является в Мадхури у Васуде Вадеваки и Нандайшоди как в Вриндаван Бихари Кришна. Сын и дочь явился. И Васуде ребенка Кришна перенес. И Кришна явился у обоих. И потом они стали одним. Кришна никогда не покидает Вриндаван. Пойдет взять Кришну из Вриндаваны. Рубхогасвами понял, что то же самое послание Сатибама сказала. Напиши отдельную поэму обо мне. Все, что Сатибама сказалось, было подтверждено Господом Чайтане Махапрабху. И поэтому две поэмы Бедат Гамадхава и Лолида Мадхава. Бедат Гамадхава это касается Вриндаван Лилы и Двара Калилы Лолида Мадхава. Господь Чайтане Махапрабху танцевал во время Радхаятры. Он иногда пел определенный стих, который был похож на обычную песню, поп-песню. Эта личность украла мое сердце, а я хотел, убежал, чтобы встретиться с ним на берегу реки. И простые люди не могли понять. Но Рупа Госвами, Шри Чайтане Манобиштам, который знает сердце Господа Чайтане, он понимал ум, и он составил текст, о чем пел Господь Чайтане. И вот замечательный текст. Прио Суяма Кришна. Это длинный стих. Я прочитаю перевод. Стих, который Рупа Госвами составил, что это Радхарани говорит своим гопиям. Мои дорогие друзья, сейчас я встречаюсь со своим дорогим и старым другом Кришны. Этот стих описывает встречу Радхи и Кришна в Курукшетре. Как вам известно, Кришна покинул Вриндаван и Он отправился в Матхуру и не возвращался в Вриндаван на протяжении многих лет. И гопи, когда получили новость, что Кришна приезжает на Курукшетре, Нанда, Баба, Яшода и все гопи, они все отправились для того, чтобы встретиться с Кришной на Курукшетре. Но сейчас они видят Кришну не как в Вриндаван Вихаре, а как Дваракадиш Кришны с золотыми украшениями на колеснице, со слонами, на лошадях. И Шимати Радхарани она счастлива встретиться с Кришной, но в то же время она говорит в этом стихе. Я тоже сам Ашимати Радхарани и я. Ты же тот же самый Кришна. Мы встречаемся. Это очень приятно. Но я хотел бы отправиться на берег Реги Ямуна под лесами деревьев Кадамба. Я бы хотел услышать возвышенные звуки флейты. Пятую ноту. флейты в этом лесу Бриндавана. Рупа Госвами записал это. И он это сохранил у себя. И затем он отправился принять омовение в океане. И как Рупа Госвами ушел, Господь Чайтаня пришел чтобы встретиться с Рупа Госвами. Рупа Госвами там не было. Но он увидел что-то торчащее. В те времена не было электронных писем. Нужно было писать на листях. И Господь Чайтаня увидел этот текст написан на листе. И он стал читать. Он был так счастлив. Когда Господь Чайтаня прочитал этот текст, он был в полном восторге, экстазе. Он был так счастлив. И Рупа Госвами когда вернулся, он предложил свои поклоны. пранган пранам корила прабху таре чапармаре кхе те лагина. И Господь Чайтаня с любовью шлепнул Рупу Госвами и сказал, как ты смог понять мой ум, мое сердце, гун, мое сокровенное. И Господь Чайтаня обнял Рупу Госвами. Как же ты смог понять, что происходит в моем сердце? Если кто-то... Не очень легко понять сердце другого человека, например, как можно узнать сердце премьеры министра из новостей? Я могу поговорить с ним или поговорить с кем-то. Но если я знаю, то есть только очень близкие люди могут понять мысли премьеры министра. И чтобы понять ум и сердце Господа, даже великие ученые не могут. Как Рупа Госвами смог понять? Он обнял ее, и Господь Чайтаня стал звать всех преданных и говорить, как Рупа Госвами смог понять, самое глубинное настроение моего сердца и Сварук Дамодара Госвами. Один спутник Господа смог понять, Сварук Дамодар, который был личным секретарем, который является Валитом Саки. Я могу понять, что ты пролил свою беспричинную милость на него. Никто другой не может понять его мнение. Я могу понять, что ты пролил на него всю милость. Вы видите, Раджавиддия, Раджагуххем, Бхагавадгити, также говорится, что очень просто, 700 стихов, но только тот, кто является чистым преданным, только тот может понять. Кришна говорит Арджоне, «Я даю тебе это знание». «Ты мой преданный». И Шилапрабхупада в комментарии говорит нам, каково сердце Господа Чайтани. То же самое происходит, когда Шилапрабхупада прославляет своего духу «Он учитель Бхакти-Сидданта Сарасвати на Весоподже». «Ты тот, кто избавил от этого имперсонализма и избавил от всех». Когда Бхакти-Сидданта Сарасвати услышал, он был... Он обрадовался, он сказал, «Все, что он напишет Бхакти-Сидданта Бхакти-Винанда, вы должны напечатать, потому что он знает мое сердце». И что же Господь Чайтанья ответил? «Когда я встретился с ним в Прайаге, зная его подходящим, он является подходящей личностью, поэтому я пролил на него всю милость». У него было это смирение. Тот, кто обладает смирением, у него есть вся квалификация, чтобы получить милость Господа Чайтанья. И в то время, когда я встретился с ним в Прайаге, я пролил на него всю свою милость и дал ему все свое могущество. Теперь ты должен давать. И Господь Чайтанья устанавливает этикет. Сваруп Дамодара является очень возвышенным преданным. И Рупа Госвами тоже возвышенным преданным, но этикета таков, что Сваруп Дамодара более старше. И поэтому он просит его, Сваруп Дамодара, дай ему знания о Расататтве, которая позже приметь форму Бахтира Самрита Синху. И Сваруп Дамодара ответил, когда я услышал этот стих, я понял, что ты пролил на него милость. В четыре месяца Чатурмаси, Ширавана Бадар, Ашвини и Картик все Вайшнавы будут оставаться там. И во время Радхавятра они приедут, те преданные останутся четыре месяца. Однажды я спросил этот вопрос Радхана Свами, как преданные могут оставаться в четыре месяца, потому что они греховские. Махарадз дал очень красивый ответ, потому что их стиль жизни был очень простой, поэтому у них было больше возможностей. простая жизнь, вы можете больше времени заниматься непосредственным слушанием и повторением о славе Господа. На протяжении четырех месяцев Рупа Госвами оставался, и однажды он писал книгу, и господь Читания пришел. И господь Читания спросил, что ты пишешь? Он взял пальмовые листья, и он увидел это ручное письмо, и он был так счастлив, его ум был удовлетворен, и он спросил, он сказал, рукопись несравненная рукопись, несравненная рукопись. «Кришна». Затем, когда святое имя повторяется, оно танцует в моем имени. Я желаю много-много ртов иметь. Когда это имя входит в уши, я хочу иметь тысячу ушей. И когда святое имя достигает сердца, оно побеждает сердцем, и все чувства становятся умиротворены. И Господь Чайтамия стал таким счастливым. И в это время Харидас Кур, который находился рядом, он стал танцевать и стал прославлять. Вы можете видеть, обычно Харидас Кур известен как Намачаре. В этом материальном мире, если я специалист в области, я бы не хотел, чтобы вся зависть присутствует в этом материальном мире. Но здесь мы видим Харидас Кур Намачаре, и когда он увидел, что какой-то другой предной очень замечательно говорит о святом имени, он еще больше становится радостным. Это называется Нирмадсара. Швапрапада говорит, что наше общество сознания Кришны должно так иметь, когда нет состязаний, нет соревнований. Каждый думает, что другой предной лучше, чем я. Тогда Господь Чайтанья Махаврабху обнял Рупу Госвами и Харидас Кур и ушел. И когда Рупа Госвами и тогда он пошел и показал всем этот стих. Просто посмотрите. И когда Господь Чайтанья произносил этот стих, его сердце таяло. И сейчас Господь Чайтанья хотел испытать Сарва Бауматачари и Рамананда Раян. И он стал прославлять Рупу Госвами в их присутствии. Обычно, если я совершаю какое-то служение и если прославляют какого-то другого предного, если я нечистый предный, я буду чувствовать запись, а почему этого предного прославлять? А другие предные были так счастливы, что он делает такое замечательное служение. Они были очень счастливы слышать прославление других. И все предные пребывали в восторге. Мы услышали столько много стихов о славе Святого Имени, но мы никогда не слышали что-то такого сладкого, которое было описано Рупа Госвами. И Рамананда Рой сказал, Рупа Госвами, я слышал, ты пишешь поэму, пожалуйста, расскажи нам о этой поэме, спектакле. Сваруб Дамодар сказал, но я собирался написать одну книгу, но Господь Чайтанья сказал написать две книги, одну из Двара Кулейла и другую посвященную Вриндалу. И Рамананда Рай сказал, пожалуйста, расскажи что-то о своем поклоняемем Господу. Поклоняем Господу это Господь Гавранг, нарук Господь Чайтанья стоит прямо передо мной, и он не позволит, чтобы я прославлял вас, что же мне делать? Господь сказал, давай, давай, скажи что-нибудь. И затем в конце концов он сказал, произнес красивый стих, который вы знаете. Пускай Верховная Личность Бога, который известен как Сын Шачаматы Маты всегда находится в сердце и который он пришел в этот век калий, чтобы пролить и сделать то, что никакая другая инкарнация Господа не делала. Дать расу Господь Чайтанья прославляет Господь Чайтанья, что он дал то, что никто другой никогда не давал до этого. Это очень возвышенная тема, но у нас время заканчивается, и поэтому я к завершению этой главы. Сегодня мы закончим первой главой Антиаливы, где Господь Чайтанья находится в Джаганатхури. Рупа Господь постепенно отписывает части этой книги Валита Мадова. И все преданные были очень счастливы услышать от Рупы Господь. В конце концов, Раманандрай он сам великий поэт. И какова реакция была одного великого преданта, когда другой великий предан делает что-то? Он говорит Рай Кахи Амритей Радхара Амритей Радхара Амритей Твоя поэзия это не поэзия это просто поток нектара ты пролил весь нектар на всех нас Пожалуйста, продолжай говорит Рупа говорит в присутствии тебя я просто маленький червяк который в присутствии солнца И Раманандрай говорит пожалуйста скажи что-то еще И когда он произнес этот стих Господь Читань был в гневе он внутри был счастлив но внешне проявлял гнев какой-то стих Луналики Господь который известен как Шичананта Гауранга явился на земле чтобы распространить любовь к Богу лично Он является императором общества Браманов Он может контролировать ум всех пускай это восходящая луна Господу Гаурачандры избавит нас от всех беспокойств Господь Читань был счастлив внутри но внешне он проявлял гнев о чем ты говоришь ты говоришь красивую поэзию о Кришне а здесь в этот нектар ты получил какого-то яда нет это подобно как добавить камфор в ги который со мной делает еще слаще рамананда рая рамананда рая ты шутишь но преданным раманда рая говорит да нет они не шутят они будут счастливы слышать о моем поклоняем божестве Господе Гауранге и рамананда рая сказал рупа госвами пожалуйста скажи что-то еще продолжай говорить и рупа госвами стал продолжать говорить еще и еще и затем он сказал очень красивый стих какой смысл в луке или в стреле если в поэзии если она не заставляет голову кружиться без твоей милости раманда рая прославляет рупа госвами твоя милость она возможна только по милости господа чайтанья ты даешь милость и господь чайтанья сказал да я встретился с праягин я дал ему все полномочия его брат там санатангосвами все они были исключительно возвышены у них были три качества дания варадья и пандития пандития очень легко это ученость но они они как отреченные и очень смиреннее травы и они были очень ученые и смиренные рамананда рая он ответил господа чайтанья мой дорогой господь ты верховная личность бога ты можешь заставить любого танцевать так как ты хочешь по своей твоей без причинной милости ты обнял санатангосвами и санатангосвами обнял рупа господь и он сказал ему криппа кари рупе саба кай ла айин он сказал рупе господь предложи поклоны всем преднанам иDd gear господь кай ла айин повторю мы не важно насколько мы возвышены Мы никогда не должны думать, что мы не нуждаемся в милости вайшнавов. Даже возвышенный предный, как Наратамдастхакур, он молит о милости вайшнавов. И здесь Господь Чайтаня дал милость Рупа Госвами. И какова реакция была других предных? Другие предные были очень счастливы, и они очень громко повторяли «Хари, хари, 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 хари». И затем Господь Чайтаня тоже ушел. И сейчас мы остаемся с Рупа Госвами и Харидасом Кур. Как преданные прославляют друга. Харидас Кур говорит, «Нет, никто не может понять славу святого имени». И Рупа Госвами говорит, «Я не знаю ничего. Все, что я знаю, это то, что Господь Чайтаня заставил меня говорить». И Шла Брутпада цитирует этот стих замечательный из Бхакти Расамрита Синха. «Несмотря на то, что я самый низший среди всех людей, Господь пролил милость на меня для того, чтобы я мог написать эту книгу Бхакти Расамрита Синха. Поэтому я предлагаю свои поклоны Господу Чайтаня Махапрабу». И мы закончим еще две минуты небольшим киртаном, потому что я вначале не смог петь. Давайте две минуты попоем. «Яя Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адваита Гададха Шри Ва Саади Гор Ари Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адваита Гададха Шри Ва Саади Гор Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, very lovely. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok